Говорят, мы по субботам будем отдыхать. А еще почти уже готова совсем новенькая школа. Ребята приветствуют своих учителей и воспитателей. Новый учебный год – год продолжения перезагрузки, начатой в прошлом сезоне. Глава города определяет три цели Ивантеевской системы образования. Ликвидация второй смены строительством новых школ и пристроек, повышение показателей рейтинга и взаимодействие с окружающим миром. Здесь я очень надеюсь, что в следующий год мы откроем нашу педагогическую конференцию уже в новой школе, в огромном большом зале, который, я уверена, поразит нас и своей современностью, и всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, я хочу вам сказать, что все эти задачи, которые мы перед собой ставим, это не лозунги. Сделать образование Ивантеевки таким, чтобы нам завидовали все соседние муниципалитеты, чтобы нам завидовали все близлежащие страны, с которыми договорился наш учебно-методический центр, наш комитет образования, и с которыми мы еще только будем взаимодействовать. Поставленные задачи Елена Ковалева относит и на свой счет. Нынешний век – это век лидерства, гибкого сознания, эмоционального интеллекта. Дошкольные учреждения, школы и сферы дополнительного образования сейчас активно работают в направлении формирования в ребенке духа-исследователя, истателя-рационализатора. Надежда Халилова анализирует показатели работы учреждений за прошлый год. На экране – результаты региональной системы мониторинга. Для коллективов – это возможность встать лицом к лицу с проблемами и решать их. Надежда Романовна поручает руководителям мотивировать педагогов на профессиональный рост и создавать к этому все условия. Средняя зарплата педагогов и воспитателей выросла до 48 тысяч, а в Центре творчества – до 51 тысячи. Учителя ждут новшеств и сами готовят детям интересное. Мы закупили прекрасную современную мебель для начальных классов, поэтому приглашаем в гости посмотреть. Новенького, да. Веб-программирование для своих классов. Составлять программы, которые будут работать через сервер удаленный, создание сайтов и веб-программирование. Скорее всего, мы предложим ребятам изучать такой предмет интересный, как логика. Я думаю, что для старшеклассников это будет очень полезно и вообще для их будущей жизни. Новые планы на будущий год. Соответственно, мы все стараемся все воплотить в реальность, чтобы дети были довольны, мы были довольны своей работой, результатами. И хотя детские сады не так замечают летние каникулы, как школы, в новый учебный год они вступают празднично. У нас детский сад очень активный и очень много особенного бывает каждый год. Я надеюсь, что и в этом году мы не подведем. Детишки сейчас стали намного слабее, чем раньше. Поэтому у меня начало учебного года будет ого-го каким. Главное для учителя – это успехи его учеников. Средние баллы по ЕГЭ, по математике, русскому, общество знаний и другим предметам выросли. За минувший учебный год 26 выпускников получили золотые медали. Это 11%. 32 ребенка у нас получают именные стипендии губернатора. 30 – стипендии главы города.